Человеку следует оставить ложное отождествление себя с материальным телом, состоящим из пяти материальных элементов и из сотен составных частей, подверженных износу. В этот момент каждый увидит, что тело отвратительно, поэтому неблагоразумно быть столь привязанным к нему. О ум, выслушай мои правдивые слова, могущественное лекарство для излечения от этой материальной болезни, постоянно пить нектар имени Кришны. Таким образом, Махараджа Кулашикара здесь говорит о двух очень важных моментах. Первое – это осознанная практика, понимание того, что я вечная душа и вечный слуга Кришны. И второй очень важный момент, он говорит, постоянно пить нектар. Почему постоянно? Потому что наше воспевание оскорбительное, а иногда очистительное. И чтобы избавиться от оскорблений святого имени, единственное лекарство – это постоянно воспевать Харею Кришны. Иногда можно видеть, что преданный перестает воспевать. Почему? Нету вкуса. Это очень странная позиция. Не может быть и речи о том, чтобы останавливать процесс воспевания только потому, что я потерял свой вкус. Как, например, я мою свою комнату. Я убираю свою квартиру. Я ее чищу каждый день. И мою свое тело. Это же естественная вещь, правильно? Иначе, если я этого не буду делать, я превращусь в хрюшку. Простите за выражение. То есть постепенно от меня начнет исходить зловоние просто. И от моей квартиры. Я думаю, некоторые имеют такой опыт. Входишь в квартиру, а там такое зловоние, что просто заходить не хочется. Так вот, если я не хочу, чтобы мой ум начал издавать зловоние в виде зависти, гнева, ненависти и дурных мыслей, то я должен повторять Харе Кришна мантру, хочу я этого или нет. Хотя бы для того, чтобы поддерживать чистоту ума. Маха-мантра, великая мантра очищения ума. Если я хочу, чтобы мой ум перестал издавать дурные запахи, то я должен повторять, нравится мне это или нет. Я же не задаю вопрос, у меня есть вкус убирать свою комнату. Да нету, может быть, вкуса, конечно. У кого есть вкус, каждый день драйвить свою квартиру. Вопрос не во вкусе, вопрос в том, что надо. Это санатана дхарма. Это вечная обязанность. Вечный долг живого существа. Поэтому давайте воспевать святое имя. Есть у нас вкус, нет у нас вкуса. Нравится, не нравится. Это нужно делать всегда. Вкус придет со временем. Когда Кришна увидит, что несмотря ни на что, я упорно продолжаю практиковать, когда он видит мою целеустремленность, тогда мы получим этот дар. Вкус к святому имени. Спасибо большое. Харе Кришна, дорогие преданные. Харе Кришна, примите наши поклоны. Это Нарайни Радхар. Это Манджари Махима. И мы вместе занимаемся интернет-санкиртаной на Валберес. Мы распространяли книги на улице долгое время и решили автоматизировать этот процесс. Составили список магазинов, через которые можно попробовать распространять книги. И первым оказался Валберес. И он стал занимать практически все наше время, потому что это очень объемный маркетплейс. Там распространяется огромное количество книг. Только баговый гид около 7 тысяч уже люди выкупили за полтора года. В целом распространено более 42 тысяч книг. Мы хотим пригласить вас стать членом команды интернет-санкиртаны. Мы поддерживаем низкую стоимость на Валберес, чтобы эти книги распространялись. При низкой цене распространение увеличивается в несколько раз. Но чтобы поддерживать цену на таком уровне, нам необходимо ваше участие. Если вы домохозяйка или вы бизнесмен, у вас нет времени, вы можете просто выкупать книги, и от вашего лица они будут автоматизированно распространяться на Валберес. Поэтому присоединяйтесь к нашей команде, становитесь членом интернет-санкиртаны и давайте распространять книги вместе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!